здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать и показать как я собираю семена и самое главное зачем я это делаю собираю семена у зональных и у королевских пеларгоний так ребята ну вот смотрите вот наши растения на грядке было тут несколько дождей что значит семена как они выглядят у пеларгонии когда они созревают сейчас аккуратненько смотрите сфокусируем вот семечко вот журавлик вскрылся и семечко уже висит вот на таких волосках это уже прям совсем готовая семечко совершенно без моего вмешательства вот тоже самое я сейчас аккуратненько сниму вот это сорт яблоневый цвет так выглядят семечки с такими летучими летучим перышком такой вот он имеет оболочку его нужно будет скрыть там снять вот эту оболочку с летучкой и там будет настоящее такое семечко так как выглядят журавлики когда нужно их собирать чтобы не допустить вот такого вот вот смотрите журавлик он уже как бы лопнул носик у него вот лопнул еще чуть-чуть и семечко выйдет вот из этой вот семенной оболочки вот не семена и она прицветник вот из этого прицветника выйдет и сейчас постараюсь одной рукой правда не очень удобно вынуть его сюда вот вынимается и вот так вот повиснет еще немножко несколько часов просохнет и все она зависнет ну как правило вот в таком состоянии их и нужно собирать то есть уже вот летучка у него вполне такая раскрывающаяся вполне уже хвостик такой мохнатенький у него образуется вот это все можно собирать вот здесь вот тоже уже скрылись журавлики хотя прицветники еще не подсохли можно буквально здесь сейчас идет расчет не на дне на часы нужно не упустить вот этот момент когда семена легко отделяются вот этот сорт яблоневый цвет он еще свежий как бы в генетическом плане у него генетика еще не забита селекцией и он довольно таки хорошо завязывает семена и причем семян образует достаточно много урожай хороший вот снимаются легко видите здесь из одного журавлика даже четыре выполненных опять даже пять выполненных семянок этот сорт простой с простым строением цветка простая осыпашка вот сколько я уже набрала семечек вот еще вот такой цветочек простой здесь вот сейчас в жаре образовались соцветия такие милковатые а вот эти которые завязали семена были такие довольно крупные шары хорошие вот это americano white splash тоже завязала несколько журавликов вот семечка вышла видите висит уже на хвостике нужно его срочно собрать на только другая рука занята и нужно вот эти семена что я собрала их нужно обязательно подписать зафиксировать а вот это у нас по моему пак шокинг оранж тоже смотрите весь весь вот висят семянки тоже нужно срочно собрать их и подписать подождите это не от него весь от семянки ой нет это не от него это вот вот он цветоносик это от яблонева цвета собираем тогда пока видим собираем а то они сейчас упадут сейчас пока безветрия спокойно был дождь после дождя они подсохли и все быстренько вы щелкнулись если еще сутки продержать таком состоянии то весь урожай у нас упадет на землю и все и плакали наши посевы на будущий год так о чем я начала говорить я начала говорить о том что простые сорта с простым цветком с простым строением цветка однорядными лепестками они завязывают семена быстрее и лучше быстрее происходит опыление здесь все органы присутствуют и пестики и тычинки и происходит опыление в таких сортах гораздо лучше так где тут еще можно взять это еще не готово это еще завтра вот а сорта которые уже более как бы подпорчены генетически селекцией то есть генетики генетически более сложные сорта это махровые различные тюльпановидные розыбудные ну и прочие группы такие экзотические они конечно семена вяжут очень сложно и очень редко так вот у нас тамара тамара была с претензией на журавлики но все соцветие засохло вот это соцветие образовала один единственный журавлик но он еще не готов поэтому пусть он так и будет так это тоже что-то у нас из сложненьких тоже смотрите всего два журавлика и вот на другом соцветие тоже один так что у нас еще и сложненьких элнариц алексис имеет вот такой вот цветок и тоже соцветия засыхают отмирают а журавлики образовала всего единственное соцветие что с чем здесь опылилась конечно неизвестно в общем то я так и хотела чтобы были сюрпризы так ну в общем как выглядят семена я вам показала сейчас мы все это зафиксируем и так яблоневый цвет сейчас пойду все это соберу и подпишу вот я собирала семена маленько пораньше несколько дней пораньше они у меня лежали просто в таком стаканчике подписаны это тоже кстати яблоневый цвет то что мы сейчас собрали они сыроватые вот так они выглядят а вот эти семена смотрите дальше при сушке смотрите что с ними происходит так вот вот эти летучки смотрите пушок этот летучий он как бы отрывается после того как семечко начинает подсыхать а вот этот вот носик такой длинненький журавлик он начинает скручиваться спиралечкой и когда семечко попадает на почву на влажную почву видите у него такой носик волосочек такой остренький ну раз и к земле притыкается и вот эта спиралечка она прям начинает раскручиваться раскручиваться и семечко как будто вот сама входит в почву и как будто сеется но мы не будем сеять вот в такой оболочке мы будем их обязательно расшелушивать вот мы сломаем эту оболочку вот так хорошенько вышелушим это семечко так ребята не смотрим на мои страшные руки смотрим на процесс о выскочила прорвали мы эту оболочку семечко выскочило так надо его перевернуть еще есть у него еще одна особенность вот она с одной стороны такое плоское видно вот такое плоское а с другой стороны имеет такой же лобочек вот он вот обратите внимание вот такой же лобочек вот хорошо видно это как раз зачаточек проростка вот такое строение семени садить его не важно каким образом там вниз или вверх в почву уложить не важно оно все равно ляжет горизонтально либо этим же лобком вниз или вверх это совершенно не принципиально потому что я знаю допустим когда сеют цикламены у них есть такая вдавленность ямочка и вот этими ямочками по-моему надо с определенным какой-то порядок порядком ложить то ли на землю их ложить то ли вверх наоборот в общем там есть такая заметочка а у пеларгонии нет хорошо очищать вот эти семена и такие очищенные сеять сеем не обязательно сразу после сбора сеем в те сроки когда нам это удобно будет а вот собственно ради чего я и заморачиваюсь со сбором семян у пеларгонии вот два экземпляра два цветущих сеянца очень долго ждала пока они распустятся имеют одинаковый номер одинаковое абсолютно было опыление но было всего образовано два семечки причем они были в одном журавлике и два семечки несут разную генную информацию то есть в одном случае у нас получилось вот такое махровое пышное соцветие смотрите какое красивое переход оранжевого цвета на такой малиновый оборотная сторона лепестка немного с высветлением и от этого соцветия окажется таким объемным какое красивое соцветие получилось а вот точно такой же номер то же самое опыление но генетика распорядилась по-своему здесь простые цветочки соцветия хотя уже часть отцвела но видно вот на этих боковых цветочках они простые неказистые но само соцветие богатое тоже большая шапочка очень много цветочков закладывает вот еще одно соцветие будет тоже большое по размеру куста и по листикам тоже обратите внимание разные немного листья вот у этого более такие рельефные листья жилка такая вдавленная немного высветление в центре как зона а у этого листа меньше рельефность ну зона в принципе тоже есть но самое главное отличие именно цветках именно вот соцветия здесь такая махровость ярко выраженная а это простое естественно такой экземпляр дальше он не пойдет а вот этот экземпляр вполне может и уйти у нас дальше в селекцию либо я за ним понаблюдаю и пока он будет под номером а дальше видно будет о его судьбе в принципе в моей коллекции подобных соцветий нет возможно они есть и в других коллекциях потому что генетически пеларгонии как бы утратили много таких генов разнообразия потому что их непрерывно всегда скрещивают что-то с чем-то и свободное опыление и специальное опыление специальное скрещивание слияние каких-то определенных признаков что-то создать новое нужно сломать старое только таким образом можно выявить какие-то определенные признаки ярко видно на этом примере есть у меня еще одно растение я сейчас вам его тоже покажу вот оно хоть и отцвело но все равно видно оно практически полностью повторило материнские признаки это красный сорт бронзобаттерфляй бронзобаттерфляй он хоть и отцвел но все равно видно вот материнское растение вот вот сеянец здесь более даже махровенький цветок а здесь еще проще цветок стал по листьям здесь зонка проявилась стакану цветок он никакой то есть его бы дальше можно было бы запустить в селекцию но если бы он дал опять хорошие журавлики с выполненными семенами здесь вот образовался журавлик но семечко пустое вот я оболочку разрываю здесь есть ничего нет пустой носик пустой журавлик и здесь вот примерно то же самое они полностью пустые вот здесь вот было зачаточек семечки но он тоже недоразвитый вот совершенно недоразвитый то есть у нас этот номер не прошел если бы мы получили гибрид во втором поколении при его посеве можно дальше наблюдать может это длиться из поколения в поколение и ничего не проявится красивого а может проявиться и с первого раза это такое дело знаете на удачу вот в этом случае вот эти два экземпляра я делала скрещивание специально подбирала материнские пары и делала искусственное опыление ну вот так получилось еще два сеянца они у меня к сожалению полностью отцвели нет не полностью сейчас я вам один покажу смотрите сейчас вот еще один экземпляр отыскался здесь обратите внимание тоже получилось простое соцветие но сами лепестки крупные цветок прям сам крупный вот в сравнении вот с этим вот подтянем его поближе ну и по цвету отличается если здесь такой просто спокойный оранжевый а здесь он прям горящий оранжевый отличается и размер цветка отличается этот кустик прошлогодний я его недообрезала то есть вот здесь длинную палку вырастила я хотела посмотреть насколько же его потенциал ну насколько он выдаст мне свою высоту мощность он выдал в полтора литровом горшке вот такую высоту вот было соцветие я его специально не обрывала с точки зрения заметить осыпается нет осыпается но осыпается не так как вот другие сорта у других сортов вот только тронешь и уже полетело а здесь ну как бы немножечко придерживается но все равно осыпашка есть гораздо менее осыпающиеся сорта вот этот сорт в прошлом году в первом цветении несколько цветков дал такие немного махровые с зачаткой махровости но в этом году такого не проявилось появились все цветочки полностью однорядные все соцветия были с простыми цветками ну вот собственно ради чего это только начало мне эта работа интересна хотя она отвлекает довольно таки прилично и требует к себе внимание вот этот сбор семян нужно это все не прокараулить потом семена нужно подсушить потом их прочистить убрать вот эти вот летучки вот эти вот и оставить просто семечки посеять их можно и летом в осень можно посеять и зимой можно и весной ну то есть в любое время года когда вам удобно процесс созревания от опыления до созревания семени где-то происходит месяц по посевам если мы сеем свежее семя то всходит оно быстро и не свежее всходит тоже быстро другой вопрос что какая схожесть если оно выполненная семечка там все нормально все хорошо оно всходит а бывают семечки щуплые они всходят плохо то есть у нас этот уже сеянец это опыление теряется растет сеянец до момента зацветания от 6 до 8 месяцев от момента посева вот как вышли семидольные листики и дальше начинается развитие росточка растеница маленькая сеянец развивается как правило он не ветвится для того чтобы было ветвление нам нужно было бы прищипнуть макушку но я этого не делаю потому что мне нужно увидеть первые соцветия я ни у чего это у всех сеянцев не делаю прищипку хотя если вы хотите сформировать кустик но это не моя задача сформировать кустик моя задача быстрее вывести растение на цветение как можно раньше ну чтобы шесть месяцев прошло шесть с половиной до семи месяцев чтобы я быстрее увидела соцветия зря я его ращу или не зря или что-то из этого вышло вот происходит такое срок потом если мне интересно можно тут же сделать посмотрели соцветия тут же сделать искусственное опыление чем-то другим то есть на вот этот гибрид посадить другую родительскую форму уже это будет материнская форма отцовскую пыльцу какую-то если здесь есть присутствуют и пыльники и пестик то есть все органы семенного размножения присутствуют то можно провести вторичное опыление будет у нас уже ждать будем гибрид F2 ну и далее далее потом нужно опять посеять и опять посмотреть то есть процесс абсолютно не быстрый года занимает для того чтобы родилось какое-то новое красивое растение может быть даже его сортом можно назвать какая-то новая форма чтобы она родилась и можно ее зафиксировать зарегистрировать и пустить дальше в жизнь но процесс очень увлекательный хочу вам сказать и нынче я сделала такую выгул для своих зональных пеларгоний для королевских с королевами немножко не получилось на улице а вот зональные вполне себе произошло там очень много опыления от свободного опыления что там теперь получится я даже не знаю руки уже давно чешутся собрать эти все семена срочно 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 почистить и срочно посеять и скорее бы прошло полгода чтобы посмотреть что же там зацветет и зацвести должно очень красиво и много но опять же бывает я вам показала что бывает пустые совершенно журавлики и при сборе допустим на королевских я обрадовалась что там много завязалось журавликов но когда я их обрабатывала я увидела что буквально на двух сортах по одному семечке и вот с одного сорта я сняла два семечки которые более такие полноценные это еще не значит что они все сто процентов взойдут возможно там вообще ничего не взойдет с прошлогоднего опыления у меня вообще ничего не получилось по королевским пиларгониям хотя некоторые сорта с удовольствием завязывали семена и я делала опять же искусственное опыление но ничего не получилось ну вот вы просили я вам рассказала как происходит опыление вообще как выглядит семечка какие сроки то есть сроки абсолютно свободны это полет вашей фантазии как вам удобно предоставить в течение 6-8 месяцев условия для того чтобы растение хорошо развивалось и закладывало бутоны и быстрее расцветало а потом в результате мы видим либо у нас это удачный результат либо это неудачный совершенно не очень-то не глянется этот мы либо берем черенки нравится если не нравится значит вообще не берем просто идет растение ну на этом все если вы хотите экспериментировать желаю вам больших успехов всего доброго до свидания первое что зависит в